привет с вами Игорь вот у нас как видите настала зима сегодня ночью выпал снег таком вот количестве панели на крыше лежат под снегом их даже и не видно полностью под снегом сейчас попробую увеличить видите на них какая шапка такая вот у нас сейчас погодка первое число первый день зимы 1 декабря ночью выпало вот столько вот снега у нас довольно таки немало для наших зим и они в последнее время ладненько идем смотреть ваттметры и так вот мы возле ваттметров что тут у нас показывает солнечный ваттметр сколько мы выработали за сейчас вот 52 и 12 киловатт часа видите да нижняя строчка начала вот вот это моя выработка за ноябрь месяц сейчас в снег лежит вот 187 вольт и 000 ампер если включить нагрузку это выключенная нагрузка вот я включил нагрузку 2 и 7 вольта это же 000 ампер вот так что сейчас панельки не работают под снегом вот такая вот выработка 52 киловатт часа так теперь смотрим тепловой насос что он у нас накрутил он сейчас вот как раз работает вот в данный момент и за ноябрь месяц он у меня потребил видно я думаю до 104 83 ну 104 киловатт часа это умножить если на ну если посчитать сколько он перекачал энергии тепловой земли ну если даже не считать его собственное потребление то эту цифру надо умножить на 36 вот почему на 36 там смотрите видео что эффективность моего теплового насоса там я высчитывал сколько он отбирает у скважиной воды тепловой энергии и мы получим если умножить вот эту цифру на 36 то мы получим сколько киловатт тепловой энергии он перекачал в дом вот такая вот цифра да ну вот если сравнить вот эти две цифры солнечного вот метра и этого ну солнечный 52 киловатт часа этот 104 то есть если такая у меня идея есть подружить солнечные панели с тепловым насосом то есть запитать тепловой насос от солнечных панелей ну там просто надо подключить зеленый тариф и поставить сетевой инвертор тогда можно было подключать тепловой насос от солнечных панелей то мы видим что не хватило бы теперешней моей мощности солнечных панелей 52 киловатт часа видите да это 4 киловаттный массив у меня на сегодняшний день а тепловой насос потребил 104 как раз два раза то есть надо еще добавить столько же солнечных панелей еще 4 киловатта что я и собираюсь сделать ближайшее время чтобы вот в эти месяца это ноябрь декабрь перекрыть потребление теплового насоса то есть тогда можно будет подружить как я уже объяснил как это делать солнечные панели с тепловым насосом и тепловой насос мог бы работать только от энергии солнечных панелей путем подключения зеленого тарифа и сетевой инвертор вот вот такой вот получился у меня видосик коротенький на сегодня ближайшее время постараюсь снять видео про зависимость потребление электроэнергии от тепловым насосом компрессором именно компрессором теплового насоса как она зависит это потребление от температуры в системе отопления температуры теплоносителя вот ну что там я заметил довольно существенная разница при температуре теплоносителя 25 30 и 35 градусов компрессор потребляет довольно разное количество энергии электрической поэтому я поставлю еще уже купил я два радиатора дополнительных метр восемьдесят и метр сорок покажу позже чтобы еще больше снизить температуру системе моей системе отопления чтобы экономить электроэнергию вот ну там одни плюсы получаются как я уже говорил раньше что самое эффективно тепловой насос работает на теплые полы потому что в теплых полах там как раз и не нужна вот эта высокая температура то есть низкотемпературные системы вообще там правильно мне написал один мой зритель что сейчас любое отопление если делать то надо делать именно низкотемпературное это правильно написал я с ним согласен полностью что газовое отопление это есть для этого специальные газоконденсационные котлы тоже они низкотемпературные у них и кпд намного выше там и все такое вот и то же самое касается и тепловых насосов и дровяных котлов и электрокотлов все что низкотемпературные оно эффективнее меньше потребляет энергии и все такое вот так вот ладненько что кто что думает про мои идеи пишите в комментариях всем пока до следующих видео